Слава Украине! Привет всем от Полонского! Все мы помним, что на суде и при аресте московский поп Паша Мерседес дуже сильно бит ковся, що йому нема де жити, нема де спати, на чому пити, на чому їсти, и все в такому плану. Помните, да? Как он говорил, що дом у него там без мебели, и не подключен никуда, ничего, и вообще это не дом. Он сказал, по-моему, даже хатина, хатина. Как-то он так выразился, що це таке, що це таке маленьке, воно це не суразне, таке там стоїть, що це не знає, що воно таке. Да, а давайте же разберемся, що там на самом деле. Журналисты поехали туда, разобрались, посмотрели, сняли кино, видео в описанні к данному ролику, смотрите, кайфуйте. Значит так, 40 соток на секундочку, земельний участок. Это у монаха, он же монах. Он себя позиционирует, насколько я понимаю, как монах, как монах, у которого ничего нет, вообще ничего же у него нет. Монах априори, да, за що он живет? Человек божий. Ну, посмотрим, как боженька помог, значит, паше Мерседесу. Ну, не помню, Мерседес за 200 тисяч долларов, да, часики, котлы там за 40 тисяч долларов, да, шарфик там за 700 баксов, и так далее, и так далее. Что там на нем, ботиночки были, депиляция на ножках. Ну, все как полагается у монаха, да. Вот, ну, а теперь же посмотрели на будиночок, там, где немачо житый, немачо естый, немачо пытый. Ну, вообще, он бедный, у меня, я когда слышал этот, значит, как Паша Мерседес рассказывает, как это самое, у него там немачо естый, у меня просто слеза наворачивалась. Я, честно, я плакал на взрыв, да, даже затылком. Да, так вот, пошли посмотрели. Там, значит, 40 соток, два дома, вилла 580 квадратных метров с гаражом, понятное дело, трехэтажная. И сзади небольшой будиночек, да, там, для охраны, прислуги. Ну, у этого же, да, у монаха, понятно, должна быть охрана, прислуга и все такое, на 170 квадратных метров. Да, а сам дом, значит, ну, это имение такое, это уже жмонаха, положено, у каждого жмонаха в Печерской лавре должно быть имение, это что-то непонятно. Вот, шикарная мебель, конечно же, только итальянская, шикарная плитка, естественно, только немецкая, мрамор какой-то итальянский. Вот я сейчас смотрю, просто офигенно, если бы, я не знаю, моего годичного заработка не хватит на то, чтобы, там, плитку постелить такую, как у него в ванной только, и так далее. То есть, он жалуется, что у него там все ужасно, все кошмарно, а вот в 19-м году он, помните, он рассказывал, что я шкотив продаты, а ложных тонны купеев и все это такое прочее. Ну, так рассказываю, да. Значит, нашли в Благовесте эти все дела, тоже можете посмотреть на этом же видео. Тулил он этот домик за миллион триста тысяч долларов. Ну, такой, ну, бомжатский домик, ну, что ты поделаешь, всего-то миллион триста тысяч у монаха. Хочется спросить, а сколько же с этого миллиона триста тысяч он заплатил налогов, где он их наколымил и как он их там нацыганил, вот это я не понял, честно говоря. Ты же монах, ты не занимался коммерцией, ты все время усердно молился Богу, да? Получается, тебе Бог с неба скидывал денежные знаки или как? Вот я не пойму, Паша, ну, как-то ты проясни там ситуацию, потому что нехорошо получается, народ не понимает, откуда лямы триста тысяч взялись. Ну, но все равно, конечно, рассказывают. Ребята, я говорю, рассказывают, что он там нищий, несчастный, посмотрите, какая там мебель, какой там ремонт, какие там люстры, из чего сделаны и т.д. и т.п. И вам все станет ясно про Пашу Мерседеса. И да, действительно, Мерседес, там смотришь, Мерседес на фоне такой виллы уже там не очень-то так считается роскошным, потому что, да. Вот так вот, человек божий нацыганил, наколымил себе, а теперь жалуется, что на него политичное проследование. Ну, как вам такое нравится? Слава Украине!